Поехали? Поехали! Я думаю нормально! Я думаю нормально! Привет! На днях я просматривала YouTube и заметила, что есть видео, посвященное конкретным философским течениям. Есть видео о философии отдельных философов. Но видео о том, что такое философия сама по себе, хорошего на YouTube нет. 29 января... Подруга, есть. Есть. У меня куча видео по теме, что такое философия. Нихуя себе замуты. Нет такого хорошего... Нет хорошего видео по тому, что такое философия. Да их дофига. Кто это такая вообще? Так. Зачем нужно... Кто она? Вы кто, Кама-дева? Че-че-то она сразу бычить начала неожиданно. Вы, может быть, разбираетесь в философии? Мне 27 лет. Я веб-разработчик с философским образованием. А-а-а... А-а-а-а... С философским образованием? Ну, понятненько. Понятненько. Ладно, поехали. Поэтому сегодня мы поговорим о философии. И я постараюсь простыми словами, надеюсь, не затягивая больше, чем на 10... Да, философия — это любовь к мудрости. И просто сразу бац. Ну, я просто замечу, что это довольно высокомерное высказывание. Хорошего видео о том, что такое философия в интернете нету. Сейчас я вам расскажу. Да ну! Следовательно начинать серьёзно начать философию с Пьера Адо? Наверное, не стоит. Пьера Адо лучше дочитывать немножко потом. Минут, объясните, что такое философия, как я её понимаю. Значит, следует с того, что для таких глопальных, ёмких понятий, сроднись тому, что такое философия, что такое жизнь, что такое человек, очень сложно дать чёткие и всесчерпывающие определения. К примеру, известна фраза Платона, который ещё в античности сказал, что человек — это животное на двух ногах, но без перьев. И когда ему взяли петуха, общепанного, и показали, ну что, вот этот вот человек, он сказал такой, ну да, ну хорошо, тогда человек — это животное. Ну, он не сказал, ну да, хорошо, но... На двух ногах, без перьев. Ну, блядь, опять известные прищи пошли, и к философии пока это относится косвенно, окей. Турокими ногтями. Казалось бы, не поспоришь, но суть немножко ускальзывает. Поэтому вопрос, что такое философия, я считаю одним из самых сложных вопросов вообще, потому что, ну можно сказать, что такое философия эксистенциализма, можно сказать, что такое нигилизм, что такое солипсизм, что такое философия в целом. Поэтому точкой опоры я предлагаю взять несколько определений из философских словарей и немножко их осмыслить, и поговорим дальше в целом. Смотрите, современный философский словарь, он говорит о том... Я прочту здесь недолго. Говорит о том, что философия это наука о всеобщих закономерностях, которым подчинены как бытие, то есть природа и общество, так и мышление человека, процесс познания. Если мы берем энциклопедию культурологии, то тут уже... Откуда это определение? А это определение дают марксисты. Вот. Нет, просто здесь в данном случае контекст, важно понимать, что это марксистское определение, и оно, по сути, включает в себя главный вопрос философии знаменитый и так далее, так далее, так далее. Оно, на мой взгляд, является ложным, ну, данное определение. По крайней мере, потому что мы философией называем огромное количество всего. Ну, всего, что не занимается общими законами работы с тем-то, тем-то и тем-то, в общем. Уже сказано, что философия — это теоретически выраженное мировоззрение, форма культуры, предлагающая рефлективное осмысление человека и его место в мире. И напоследок... Тоже недостаточно. Смотрите, современная энциклопедия, которая говорит, что философия — это мировоззрение, система идей, взглядов на мир и на место человека в нём. Вот так вот просто. Все же теперь ответили себе на то, что такое философия. Я, к примеру, не согласна ни с одним из этих определений. Ну, аналогично. И, знаете, я думаю, что если взять какого-то обывателя, который, ну, хотя бы понимает, что такое философия, не путает её с филологией и психологией, и спросить его, ну, что ж такое философия, он скажет, ну, это же о смысле жизни что-то. Ну, вот, когда люди о высоком говорят, вот о чём-то таком мудром... Ну, объяснение, конечно, моё почтение. У меня есть видео на 20 минут о том, что такое философия, со всеми её отраслями и со всеми, в общем-то, нюансами. Также перечисляются несколько определений философии, подчёркивается, что философия многогранное явление, и за время, там, 20 минут я укладываю очень много контента. Его просто буквально можно переписывать и, в общем, смотреть, а она говорит, что хорошего контента нет. Кстати, я её, наверное, знаю. Комодева, блин. Вообще, что я где-то видел. ...измом древнего мудреца, там, о жизни, вот что-то такое философия. Или, вот, что меня вообще восхищает, вот, известный анекдот о том, что студент выучил все билеты на экзамен по философии, но на сам экзамен не пошёл, потому что какой смысл? Ведь жизнь, игра, и все мы пешки. Вот замечательно, но только вот я думаю, что если студент учил билеты на экзамен по философии, то выходит философия не просто о мысли о чём-то высоком, а это наука. И не смущает ли вас тот факт, что современные учёные в области физики, в области генетики, в области биологии получают за свои научные исследования высшую научную степень PHD, доктор философии? Ну, это исторически. Ну, простите, но это исторически. Проблема заключается в том, что я, например, не считаю большими философами. Луислав пишет, Шат, вы же учились вместе, а она на курс младше тебя была. Вот я, может, поэтому и не помню, но я её где-то видел, как ни странно. Девушка такая философия, наука, Шат. Нани! Да, есть такое, Суда. Ну, ладно. Не-не-не, Егор, не она. Увязочка получается. Поэтому, как понять, что такое философия? Вы знаете, есть ряд известных всем философов. Тот же Ницше, которого все любят. Есть Патон, есть... Ницше-то, блядь, вообще все любят. Просто без исключения. Вот просто берёшь, подходишь к человеку и спрашиваешь, как тебе Ницше. Кто, блядь? Или наоборот, подходишь к Ницше, блядь, подходишь к человеку, как тебе Ницше. Да, блядь, ты ёбнутый, я за Ленина, за Маркса. Ницше, он, в общем, буржуйский ублюдок. Пошёл он нахрен. Забавно. Да, Ницше вообще все обожают, просто без исключения. Христотель, есть Гегель, Канн, Спиноза, Ляйбниц и тому подобное. Ляйбниц? Почему бы не взять просто и посмотреть, чем занимаются эти мыслители, и тогда будет понятно, что такое философия. Не могли... Ну, они разными штуками занимались, и в этом скрывается одна из основных проблем данного определения того, что такое философия в целом. Поэтому, блин, сорян. ...быть философами и не понимать, что они делают. Однако, парадокс в том, что когда мы посмотрим учения любого из этих философов, мы, естественно, найдём их понимание мира, их понимание философии. Но у каждого из этих философов оно будет разным. Поэтому моё определение философии, которое я постараюсь дать в этом видео, оно также не является универсальным, оно является моей точкой зрения, моим осмыслением философии. Возможно, вы будете с ним не согласны. Но, тем не менее, предлагаю начать с некого исторического эскурса, который немножко подведёт нас к тому, чем является философия в современности, чем она является вообще. Философия зародилась в Древней Греции, это всем известно. Но само слово философия, оно состоит из двух слов. Это филия, что значит любовь, и софия, мудрость. То есть, буквально, философия – это любовь к мудрости. Однако, какая мудрость могла быть в Древней Греции? Стоит понимать, что Древняя Греция – это где-то 7-6 век до н.э. Никакой науки в то время нет в помине. Общество... Пиздец просто, науки нет в помине. Чё делать? Чё делать, а? Какая, блядь, мудрость без науки? Просто обосраться. Ну ладно. Только-только начинает отходить от мифологического восприятия мира. И среди ремесников, среди рабов появляется некое сословие, мыслителей, которые решили потратить свою... Слово сословие не подходит под мыслителей. Если в случае с какими-нибудь брахманами индийскими слово-сословие, там, кварно, вот оно подходит, потому что они реально выше всех, они реально круче всех, да? Они буквально круче. То сословие мудрецов, мыслителей не подходит, потому что у них прав особых нет. То есть, мыслитель не является определенным, не знаю, субъектом, у которого есть свои права и свои обязанности. То есть, у нас есть какие-нибудь мыслители среди аристократов, а есть мыслители даже среди рабов. Ну да, они признанные мыслители, но при этом кто-то раб, а кто-то вот, хоть царь, неважно, да? Хоть правитель целой Древней Греции или Рима, неважно, кто угодно. Вот диапазон буквально от бомжа до, в общем, царя. Никаких-то конкретных сословных, в общем-то, ограничений у них не было. Я здесь просто делаю комментарии, ну, если девушка меня вот посмотрит, не то чтобы она обиделась, но слово выбрано неудачно и следует прояснить, что оно выбрано неудачно. Ни в коем случае, я понимаю, что это за надоебку похоже. Это она и есть, собственно, да. Но давайте просто уточнять здесь. Это слово лишнее в данном контексте. Это, на самом деле, никак особо не влияет на контент, который вещает вот Кама-дева. Ну, то есть, ну, не очень удачное слово выбрано. Поехали. Свободное время на том, чтобы осмыслить мир умом, рационально, логически. Ну, Аристотель, может быть, и писал что-то похожее, мол, вот у нас, у людей, у некоторых появилось время осмыслить мир, да, свободное время, там, бла-бла-бла, и так далее, и так далее, и так далее. Проблема заключается в том, что это, во-первых, писал только Аристотель, такую чепуху, ну, не только, может, Аристотель, но от него это пошло. А, во-вторых, некоторые мыслители, они работали и на протяжении, и в древнем мире работали, и в современном мире работали. Не, это Кама-дева, короче. Во-первых, у нее фамилия Камаева, как я понял, у нее фамилия Камаева. Она Кама взяла отсюда. Кама-дева это индийский термин. Все. То есть, ну, считается не Кама-дева, а Кама-дева, в общем. Такая игра слов получается. Постичь некие законы и существенные черты в мироздании, и просто ради знания, чтобы принести этим пользу себе и пользу людям. Поэтому, чем они, собственно, занимаются? Они изучают, прежде всего, природу, человека, общество, говорят о государстве, говорят о богах, занимаются математикой. Ни много, ни мало, некий философ Аристотель придумывает и обосновывает законы логики, которые вложатся в основу человеческого мнения и западной науки. Я котик, ты котик. Спасибо большое. Что, просто 30 рублей? Спасибо. Очень люблю. Очень ценю. Очень целую. Спасибо. Она имеет степень по философии или адепт философии Брюса Ли. У нее бакалаврское образование, ну, и, в принципе, видно. Как в хорошем, так и в плохом смысле видно. То есть, пока звезды с неба не хватаются, с одной стороны, то есть, мы не видим великого мастерства ни преподавания, ни вещания о философии. Ну, и, с другой стороны, кринжа особого тоже нет. В принципе, контент вполне так себе уместный. В целом, в дальнейшем. В античности появляются первые школы. Я не стану останавливаться на античном образовании, но скажу, что одним из высшего образования считались философские школы, в которых изучали теорию познания, учения о космосе и занимались вопросами морали. То есть, говоря современными словами, там изучали логику, физику и этику. Логику, физику и этику изучали в нескольких школах. Это что-то типа там стоицизма и эпикурейства, соответственно. Вот. Во-вот! Вот, здравствуйте, да. Эпоха эллинизма, соответственно, вполне допустима. Но это после уже смерти Сократа, там, где Платон, Аристотель. Ну, немножко позже тоже них, скорее, вот так вот. Оттуда эллинизм начинается. В эпоху Римлян ситуация несколько меняется. И к высшему образованию, помимо философского, добавляется еще юридическое и медицинское. Да, и убавляется философское, собственно. Ладно, прошу прощения. И теоретически проработано право. И для того, чтобы быть специалистом права, нужно было закончить... Не даете мне сказать плохие слова. Я вас поздравляю. Вы молодцы. Отдельное учебное заведение. С медициной немножко другая ситуация. Дело в том, что в Древней Греции к медицине не относились как к науке вообще. Считали, что это просто навык, практическое ремесло. Смотря относительно кого и кто считал, ну, начнем с того, что, например, тот же... Секст-эмпирик неожиданно, да? Кто мог подумать, что Шадов будет рассказать про секс-эмпирика? Мы можем найти у него в текстах отношение к школе философской Гиппократа. Он относил их к определенному складу школы-эмпирики. Они были реальные эмпирики, по его мнению. То есть врачи, в том числе, особенно высокоразвитые врачи, которые учились у Гиппократа, это были представители определенной философской школы. Неожиданно. И так к ним, ну, видимо, относились некоторые люди. То есть тут, как вы видите, вот-вот-вот все неоднозначно. Что врач, что кузнец, это фактически было одно и то же. Поэтому медицина развивалась своим путем в своих учебных заведениях. И вот просто в период Рима она вывелась тоже как на одну ступень с философией и с юриспруденцией. В эпоху Средневековья, как всем наверняка известно, авторитетное место занимает церковь. И уже считается, что источником познания для человека является не окружающий мир, не сам человек, а священное писание, в котором есть все ответы. И задача человека, и разум ему в церкви, для того, чтобы понять, что написано в священном писании, и правильно донести остальным людям. Один из философов того времени так и сказал, что философия – это служанка богословия. Но нас интересует другое. В Средневековье появляются первые университеты, на которых обучение ведется на четырех факультетах. Это богословский, медицинский, юридический и философский. То есть всем понятно, всем обоснованно, почему это так происходит. В эпоху Возрождения, конечно же, все становится на круге своя. Человек встает в центре мира, созерцает, опять-таки, природу, развивается. Дальше я не стану исторически разбирать, как формировалась наука и образование. Почитайте сами историю. Если вам это интересно, нам существенно здесь два момента. Это то, что в XVII веке происходит первая научная революция, результатом которой является то, что отныне знание не может быть просто теоретическим, а должно быть экспериментально обоснованным, то есть подтверждено опытом. В смысле должно? В смысле теперь знание должно быть? Кому должно знание? Кто его заставил таковым быть? Я не совсем понимаю. Довольно странненько тоже. Очень странненький заход. Кому знание что-то оказалось должно? И вопрос, что среди философов не было тех людей, которые давали непрактичное теоретическое знание? Нет, это ложь. Значит, знание такого было не должно делать. Я тоже не понимаю, что все надо. Ну то есть, да, появилось определенное философское направление, опять же, я науку трактую как философское направление, в рамках которого должно, например, да? Действительно. Джон Дой пишет, по-моему, нам сейчас рассказали историю философии и науки по конту. Может быть, кстати, не исключено. Потому что до этого со времен Древней Греции на полном серьезе считали, что человек способен постичь мир непосредственно своим разумом, просто силой мысли, обосновывать и подтверждать. А, то есть, рационалистов не было, окей. Окей, забыли. Тут, блядь, забыли, нахуй. Просто, блядь, вух, их нет. Блядь, Канта нахуй тоже пошел вон. Гегель, Шеллинг, блядь, фу. Кто такие? Я вообще, я вообще не вижу, не вижу. Фихта из 300 бакс неожиданно. Да, окей, хорошо. Просто, просто похуй на них, на всех. Закроем глаза. Ладно, бывает. ...изнание, не было необходимости. И второй момент, следует понимать, что... Мне не нравится, что текст мелькает в разных сторонах здесь. Ну, то есть, автор, видимо... Приветствую, необычное приложение. Она тут взяла, короче, договорила, видимо, ну, без подготовки, очевидно. А потом начала текстики всякие рандомные подписывать, буковками, как будто бы мы должны еще разбирать, что она там написала. София, веками накопленная в университетах, в человеческих умах, к этому моменту является таким гигантским пластом знания о мире, из которой естественным образом начинают кристаллизироваться специализированные направления. А почему естественным образом? Ладно, прошу прощения, что я доебываюсь, я понимаю, что я очень доебчивый, да? Но все же, но все же, почему естественным образом? То есть, этого могло не происходить. Могли образоваться другие дисциплины. Ну, то есть, могли бы возникнуть другие академические дисциплины из философии? Ведь, наверное, могли бы. Почему именно естественным образом? То есть, они как физические элементы возникали. То есть, вот у нас есть солнце, солнце образует, там, не знаю, водород и гелий, потом из водорода и гелия, там, не знаю, начинают позже формироваться из газополевого облака, естественным образом, какие-то, в общем, там, другие вещества, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот все естественным образом происходит, и оно не могло бы не сформироваться, прямо при определенных условиях, все детерминировано, там, и так далее, и так далее, и так далее. А чего мы взяли, что философия детерминирована? Естественным образом. Судат пишет, а вдруг она за диалектический подход? Тогда развитие философии, естественно. Если она за диалектический подход, то она бы придерживалась самого первого определения философии, которое было в начале данного видео дано. Но она с ним не согласилась, она его перечислила, она сказала, ну нет, я с ним не согласна, я со многими определениями перечисленными не согласна. Некие науки со своим предметом изучения, со своей методологией. Например, так из натур философии в 18 веке появляется физика. Чуть позже, в 18 веке, из философии отделяются... Ну, следует заметить, что физика, натур философия, это все как бы синонимы до долгого, до определенного времени. Выделяется, не выделяется, по-моему, просто натур философия начинает чисто по-философски беднеть, дискурс сужается до очень маленьких размеров и превращается в физику. Печалька. Ладно. Психология, биология, социология и прочие-прочие дисциплины, некоторые из них формируются на рубеже философии и медицины, философии и права. То есть есть такой момент. Сама философия, она также пристализируется на свои сугубо-философские дисциплины. Это антология, эпистемология, метафизика, гносиология. Не стану вас пугать этим. Эпистемология, гносиология разделились. Ну, может, это имеет значение некоторое, но, блин. Но, блин, как бы. С вами? Можно здесь то, что помимо этого развиваются еще разные направления. Ну, там осталось добавить философскую антропологию, ну, и по-малому, в принципе, можно и остановиться. Что она там перечислила? Гносиология, не стану вас пугать этим словам. Ну, аксиология, этика, эстетика, ну, философская антропология из основных философских дисциплин тогда была бы такая основная восьмерка. Ну, там дальше можно еще много чего перечислять, различные мини-отрасли. Но они либо связаны с этими основными, ну, то есть, антология – это обытие, эпистемология, гносиология – это теория познания. Ну, то есть, я, как бы, кандидат антологии, кандидат философских наук по специальности антологии и теории познания. Теория познания, в принципе, как синоним нередко переводится и как эпистемология, и как гносиология. Метафизика – окей, ну, как бы, докторы метафизики в современности, кстати, к сожалению, не дают. Так что здесь немножко посложнее будет. С аксиологией согласен, теория ценностей – это еще со времен, в общем-то, неокантианцев идет, очень важная тема. Аксиология, как отдельная отрасль философии, она имеет место. Этика, эстетика, ну, и философская антропология. В конце, что такое человек? В остальном все. Все, дальше, если вы заходите дальше этого, вы уже какой-то очень узкий специалист, узкий специалист, в общем. Можно здесь то, что помимо этого развиваются... Причем здесь Лемон, как я понимаю, лучше знает английский язык, блядь, что за хуя? Разные направления внутри философии, в частности, позитивизм, который говорит о том, что реальное знание – это не то просто какое-то заобычное, что мы мыслим о чем хотим и теоретически там осмысляем какие-то вещи, а это то знание, которое мы можем использовать на опыте. То есть реальное знание – это то, которое может быть полезно человеку, а это то знание, которым занимается специально... Ну, было бы странно, если бы западная академическая среда говорила бы теорию познания на русском вообще-то. Науке, например, та же физика, химия, потому что мы получаем конкретный практический результат. Чем же должна быть философия? Философия в таком случае пускай отойдет как бы на вторую позицию и занимается какими-то общими законами, закономерностями, положениями, осмысляет эти дисциплины. О, кстати, Андрюха Раша только что истину сглаголил. Вообще сглаголил истину. Здесь же будет связь между ними. Когда я описываю этот момент, я считаю, что очень ярким примером здесь показательным является пример завода, на котором работают ряд специалистов. Например, инженер, программист, бухгалтер и продолжать можно до бесконечности кто угодно. И важно здесь то, что каждый из этих специалистов, он занимается своей профессией, своим каким-то делом. Инженер чертит макеты, создает какие-то конструкции. Программист программирует и получает вот некую программу. Бухгалтер планирует бюджет, заведует зарплатами. Но над этими специалистами есть некий руководитель, который, естественно, не занимается непосредственно производством и не считает никому зарплаты. Но он понимает, чем занимается каждый из этих специалистов. Он понимает, над каким продуктом они трудятся, какая конечная цель их деятельности. Более того, он понимает, почему возникло в целом это предприятие, какая роль этого продукта на рынке, какая связь этой компании с другими какими-то компаниями в целом в бизнесе. И, что, наверное, более важно, он понимает вектор развития, то есть то, к чему всё это движется. По сути, это и есть определение философии как науки в современном понимании. Я думаю, что теперь у вас нет вопроса о том, почему современные биологи, геологи и физики получают высшую учёную степень PHD. И, наверное, вы догадываетесь. Ну, то есть большинство учёных, в принципе, относятся к философии как к говну. Ну, давайте будем честны, да? То есть учёные по большей части философию презирают. То есть никто не думает, что философ это человек, который стоит над всеми, типа, руководит и понимает, как все они работают. Не, все думают, что философ это пиздобол, болтун и дегенерат, который несёт хуйню. И единственное, что от философа в лучшем случае требуется, его компетенция проверяется. Знаете, каким образом? Если он послушно кивает, всё, как только он послушно кивает перед словами специалиста, даже специалист хуйню несёт по своей дисциплине. А такое может быть, потому что специалист внутри своей дисциплины может довольно догматично относиться к её фундаментальным законам. И не может никаким образом их осмыслять, ну, потому что он, ну, тупой, скажем так, да, глупый, не готовый к познанию своей собственной иерархии, дисциплины. Он просто занимается своим делом. А вот философ, он пытается анализировать некую вот эту вот структуру и пытается выявить общие законы, пытается вступить в спор с этим специалистом. Специалист его сразу же, блядь, тупым назовёт и пошлёт нахер, потому что скажет, что я этим говном занимаюсь уже 999 лет, там, математикой, миллиард лет занимаюсь, и ты давай, короче, не лезь в мою математику, я лучше знаю, как всё устроено, не спорь с мастером, в общем. Ну, как-то так. Только вот, к большому сожалению, потом неожиданно оказывается, что этот специалист по математике, он какой-нибудь наивный платоник, там, или, я не знаю, ещё кто-нибудь. И он не думает, что его позиция вообще в принципе спорна, понимаете? Хотя другие математики его тоже не поддерживают, на самом деле, далеко не все математики современные являются наивными платониками, или, там, пифагорейцами, например. Что довольно тоже смешно. Но при этом на философ сорваться каждый рад и гораст. Если что, оставшиеся учёные степени, это докторы медицины и докторы юриспруденции, если что. Вот, если бы было всё так просто. Однако, как сказал один из наших... Но где только музыка, друзья, покажут. ...предподаватели философии, что мы живём в такой эпоху, когда есть множество профессоров философии, а вот самих философов, по сути-то, и нет. Ну, я согласен. Ещё раз. В эпоху, когда есть множество профессоров философии, а вот самих философов, по сути-то, и нет. Ну, я считаю, что их не то, чтобы по сути-то, и нет. Настоящих философов в современности их очень много. Я уверен, что их просто огромное количество. Просто, понимаете, в чём проблема? Во-первых, к ряду из них мы не относимся серьёзно. Ну, да даже сами профессора философии к ним не относятся серьёзно. То есть, как изучать Платона, Лейбница, Хуебница. Мы все как бы вперёд из песни. Какие великие умы, какие замечательные гении. Но если в современности появится какой-нибудь другой гений, такой же по величине, такой же великий, такой же замечательный, он сейчас не зайдёт. Потому что прошла эпоха систематических философов. Вот вы, например, современный Аристотель. Да вас нихуя не поймут, вас даже разбирать не будут. Вы для современных людей, и даже профессоров философии, вы просто клоун. Считайте, это как-то так работает. И, к сожалению, вот это установлено не только извне, не только обывателями, не только учёными, которые, безусловно, на дискурс влияют, но и самими философами. К сожалению, философия 20 века – это философия частности. Философия начала разбиваться на направления, которые мы недавно увидели. И теперь хороший, в кавычках, философ, считающийся хорошим, он разбирается только в одной теме. Там эпистемология отдельно, там, ну, либо логика, ещё более узкая эпистемология, ещё уже логика, да? Или, например, этика, или, например, ещё что-то. Вот специалист в рамках чего-то одного. И он ничего, по большей части, не придумает. Вот, есть такое небыдлаго, согласен. Инфлияция есть, да, можно даже в прямом смысле сказать, что слово философ, оно очень часто и в очень разных значениях употреблялось к месту и не к месту, очень по-разному, и поэтому произошла некая инфлияция этого слова, и оно потеряло свою значимость и свою силу, в принципе. Ну, и на самом деле, большая проблема, опять же, заключается в том, что вот девушка перечисляла, ну, некий такой пласт истории философии, и вы можете заметить, что понятие философа, оно постепенно менялось. То есть, у нас сначала были древние греки, более-менее свободомыслящие люди, которые каждый на что гораздо занимался созданием своих систем и школ мысли, удивительных, замечательных и прекрасных. А потом появилось средневековье, а там начался немножко другой движ. Там появились университеты, и в этих университетах люди, они не создавали новые системы. По сути, они работали со старой системой, они пытались каким-то образом сделать сильной, конкурентоспособной христианскую систему. И этим занимались буквально, блядь, все, да. Они разрабатывали определенные частные философские вопросы. Ну, например, вопрос об универсалиях, он был одним из самых фундаментальных для того времени. Они решали, что, где и как работает. Есть такое, но все должно было работать в рамках системы, которая, ну вот, христианская. Иначе никак. Альтернатив особо не было. Дальше у нас происходит некое раскрытие дискурсного поля. Поэтому, знаете, как бы философию не стремились определить как четкую науку, которая занимается своей конкретной деятельностью областью знания, философия остается тем, чем она была издревле. Способом познания, которым руководствуются люди, которые стремятся постичь действительность и смысл того, что их окружает и что с ними происходит. Поэтому, если есть физика, отлично. Но физика не спросит себя саму о том, от чем она нужна. Какая ценность физики для человечества, для общества? Почему? Ну, он скажет, но он скорее будет заниматься чем-то похожим на философию. Ну, физика, когда занимается физикой, ну, физика ему дана как некая необходимость, к сожалению, да? Также и химик. Химику химия дана как некая необходимость заниматься. Ей с определенными правилами, которые он нарушать по большей части не может. А если может, он скорее будет на философа похож. Философия в некотором виде, можно сказать, это искусство нарушать правила. В каком-то смысле, да, отчасти. Ну, мое определение философии, вы знаете, это продуктивное мышление. Способность во время своих внутренних мыслительных процессов создавать некие новые идеи. Она занимает именно такую роль в научно-технической картине мира. Или, может, следует как-то перераспределить эти моменты. Этим занимается философия. И философия может быть как философия физики, философия искусства, философия музыки, философия программирования, философия чего угодно. Потому что что угодно может стать предметом мысли, а значит, все, что угодно, может стать предметом философии. Знаете, даже если, к примеру, я возьму баночку Нахчампры, которая мне подвернулась, это сухие духи, сделанные из индийской измененной травы. Сама по себе эта баночка ничего не значит, стоит и все. Однако, если я задам себе вопрос о том, какой смысл этой баночки, какую экзистенциальную ценность она добавляет в мою повседневность своим ароматом, может быть, какую идею закладываю в создатель этих духов, в эти духи, и что думал об этом сама трава? Ну, правильность того, что я, например, не считаю это философией, я бы, например, сказал, что философия это создать экзистенциализм, ну, или в крайнем, 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 крайнем случае дорабатывать экзистенциализм, как учение. То есть, рассказывать про философию баночки, это не философия, по большей части. Философия баночки, это, честно говоря, какая-то хуета, прошу прощения, да? Философия, там, не знаю, Аристотеля, философия, простите, Гарри Поттера, философия какой-нибудь другой попсы, это тоже не философия, на самом деле. Проблема заключается в том, что, ну, вот философия, она, да, как бы вроде бы и во всем, но проблема в том, что мы начинаем работать с разными явлениями. Да, то есть, философия майонезной баночки появляется только в том случае. Она появляется только в том случае, если мы имеем под собой некую философскую школу для анализа данной баночки. То есть, например, у нас есть экзистенциализм, и мы такие садимся, вот так вот кладем вот сюда вот, вот так вот, кулачок, вот, и начинаем думать, а какой смысл у этой баночки? Вот экзистенциализм, да? А что она мне сделала? А как сделать мою жизнь лучше с помощью этой баночки? Я свободен пользоваться этой баночкой же, да, я свободен ей пользоваться. И каждая философская школа, она дает нам ту или иную методологию, в том числе для анализа вот этой самой баночки. В принципе, и наука дает нам определенные средства интеллектуальные, как философская школа, наука тоже философская школа, да, для анализа данной баночки. Какая-нибудь наука по типу химии берет данную баночку, открываем, опачки, смотрим, и разбиваем все на вещества, соответственно. Проводим всякие химические реакции, смотрим, что там на самом деле в этой баночке было. Обнаруживается, какой у нее состав. И мы такие, уи, у нас есть средства анализа, мы молодцы. Это, в принципе, типичная философская хуйня, тоже на самом деле, как ни странно, такое средство анализа. А может быть, социологическое средство анализа. Социология тоже, кстати, изначально из философии выродилась, как ни странно. Берем и подходим. А как это, как к этой баночке относятся люди? А что мы делаем? Мы проводим опрос неожиданно, да, проводим опрос, и люди такие, охуенная, вкусная, хорошая, классная баночка. Мне нравится, мне нравится, замечательная баночка. Всегда бы делали такие баночки, вот просто обмазываемся ей каждый день. И все. То есть, понимаете, к анализу баночки применяется методология. А создание этой самой методологии и многих элементов, которые эту методологию дополняют, в том числе и есть философия. То есть, казалось бы, клиника, но на самом деле, если в мире найдется еще 100 тысяч людей, которые зададутся этим вопросом, по сути, возникнет направление философии духовных чампры, либо что... Охуенное видео. Она с самого начала сказала, что на ютубе нет хороших видео о том, что такое философия, а после этого оказывается, что может возникнуть целое философское направление о том, что такое вот философия баночки банчанкры, блядь, хуячанкры и так далее. Да, нормально. Че делать? Че делать? Именно так философия и работает. Приветствую, Ярик, рад видеть. Более реальная философия аромата, философия парфюмерии, которая будет заниматься вопросом в линии. Да, философия аромата, философы-нюхачи. Просто доминирует. Мастера нюхачества неожиданно в чате появляются. О, аромат, аромат, давайте его нюхать. Я не аромата на человеческую жизнь, ценности аромата, смысл аромата. Да, проблема заключается в том, что она прежде всего в каком-то там экзистенциальном дискурсе находится. Это не есть философия аромата, собственно. Ну, то есть, это не есть сама философская школа, школа аромата, лол. Это похоже на, не знаю, деревню, сокрытую в листве или еще в чем-нибудь. То есть, неожиданно довольно плохо. И тому подобное. Вот, поэтому, если бы мне нужно было определить, что... Я уже обосновал, Джон Дой, почему нельзя создать философию баночковости. Потому что для анализа баночки нам нужен какой-то конкретный философский метод. Мы не создаем новую философию для того, чтобы анализировать баночку. А если мы создаем какой-то метод, чтобы анализировать баночку, мы предполагаем, что этот метод применяется не только к баночке, но и к чему-то еще. То есть, философы, которые анализируют буквально, блядь, баночку, какую-то одну банчанкры вот этой хуйни, это кринж. Никто не будет создавать методологию для того, чтобы изучать одну баночку и называть это отдельно философией. Проблема заключается в том, Джон Дой, что именно конкретно таких баночек очень мало. Ну, то есть, не все баночки такие. Это очень узкоспециализированный метод, который, ну, наверное, мало кто захочет использовать, в принципе. Что такое философия? Я бы сказала, что философия – это критическое, логически структурированное мышление. Так, а есть ли философы, у которых нет логически структурированного мышления? Ницше, Штирнер, ну, допустим, скептики, сапфисты, уже, 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 да, уже такой набор непосредственно набирается. Критическое, еще критическое, ну, тоже кринж, соответственно. Доканта, как таковой критики, ну, она была, но не очень узкоспециализирована, не такая. Ну, блядь, в современном смысле слово критическое мышление – это тоже кринж, соответственно. Так, продолжаем, продолжаем разбирать логически структурированное мышление, и это к тому, что многие философские школы, в принципе, логику отрицали. Вау! То есть, не приемлили ее, как познаватели, про концепт, в принципе. То есть, у нее определение философии, как будто бы она аналитический философ, на самом деле, как будто бы она за аналитику. Порожденное стремлением человека к познанию, и можно другими словами сказать, уже артой смысла. Вот такое мое определение, вы, конечно, можете быть с ним не согласны, если хотите, попробуйте его провернуть, потому что, как известно, в философском филоре выигрывает. Проигравший, так как познает новую истину. Ну, это пипец, какая банальность, на самом деле. Ну, да ладно, прошу прощения. Напоследок, я хотела затронуть только один еще момент о том, что чем же занимаются вот эти хваленые, такие умные философы, которые заканчивают свой философский. Мои родители говорили, что я буду работать дворником, потому что свежий воздух и думается хорошо. Однако, думаю, теперь вас не должно удивлять то, что на философском факультете, помимо основных философских дисциплин, либо той же истории философии, мы изучаем также два курса логики. Это классическая логика и математическая логика. Мы изучаем высшую математику, изучаем краткие курсы физики, биологии, биосоциокинеза. Ну, вот таких все изучают почти. Научную картину мира, что там еще. В целом, огромное количество дисциплин. Поэтому, я думаю, что всем понятно, что философы, это прежде всего первоклассные... Да, она вебкам-дизайнер. ...аналитики и необычайно развитые умные личности. Поэтому философы, первоклассные дисциплины... ...поэтому, я думаю, что всем понятно, что философы, это прежде всего первоклассные аналитики... Да, охуеть. ...и необычайно развитые умные личности. Поэтому... Просто пиздец какие аналитики, какие там личности умные, просто пиздец. Ой, эти самые умные личности, они про логику любят разговаривать, но вспоминают о ней только тогда, когда нужно кого-то подъебать. В остальном нет. Ммм. Да, у философов, они могут быть хорошими руководителями. Это люди, которые чаще всего занимаются каким-то своим делом. Исторически сложилось так, что философское образование получают те, кто идут в политику. То есть это связано еще с традициями, заложенными во времена Древней Греции, когда люди с философским образованием занимались общественной деятельностью. И, собственно, Платон говорил, что государь это вообще должен быть философом. Вот, поэтому наравне с политологией философское образование, оно популярное среди депутатов и общественных деятелей. Помимо этого, человек, который закончив философское образование, он может работать преподавателем философии в колледже... Сейчас, 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 тихо, 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 она сказала челик. ...среди депутатов и общественных деятелей. Помимо этого, человек, который закончив философское образование, он популярный среди депутатов и общественных деятелей. Помимо этого, человек, который закончив философское образование, он может работать преподавателем философии в колледже, в институте и в тому подобных, где, короче, можно преподавать... Ну что, ребят, поехали в политику, как хотите. Давайте я в политику пойду, пора уже. Чувек. И заниматься научной деятельностью. В Украине есть специальные философские научные институты. Я уверена, что в ваших странах также есть такие институты. Последок, то, что мне нравится в философии больше всего, то, с чем я восхищаюсь в ней. Я вот сейчас опишу этот момент фразой одного из наших преподавателей, которые нам сказали на первом курсе, когда мы поступили. Сказали нам, что философ, он, по сути, может стать кем угодно. Да хоть бухгалтером. Да вот только ни один бухгалтер не станет философом. Это высказывание в духе «Я не боюсь того, кто знает 10 тысяч ударов. Я боюсь того, кто тренирует один удар 10 тысяч раз». Вот прям вот настолько пробило. Ни один бухгалтер не может стать философом. И тут такой бухгалтер неожиданно становится философом. Бывает. Не, ну серьезно, забавно довольно-таки. Вот, теперь судите сами. И я думаю, что я достаточно ощерпывающе ответила на то, что такое философия и какую роль она занимает в мире. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Я буду рада с вами пообщаться, почитать ваши мысли. Либо вот какие-то противоречия, если у меня были. Вот, всем до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь. И тому подобное.